Доктор социологических наук Технологического университета Андрей Римович Тузиков Он является Деканом Факультета промышленной политики и бизнес-амминистрирования Этого вуза И одновременно завкафедры Государственного управления социологией Если я правильно интерпретирую информацию Спасибо, что заглянули Нашли время И по правую руку от меня Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук И массовых коммуникаций Доктор политических наук Андрей Георгиевич Большаков Добрый день Добрый день всем И так как в студии, что не часто бывает Собрались сразу два доктора наук Давайте начнем с диагноза И начнем, Андрей Римович, с вас Если не возражаете Но диагноз не вам А состояние общества Политическая атмосфера Некие тренды, скажем Которые, может быть, чем-то отличаются От предыдущего Когда говорят Диагностики Каких-то социально-политических Экономических процессов То, на мой взгляд Здесь есть определенная ловушка Это ловушка Свести социологический анализ Только к анализу процентов Ответов на те или иные вопросы Вот так называемая Легкая социология Естественно, общество может изучаться И в рамках экономических наук И в рамках политических наук То есть, общество – это сложный, многомерный Такой комплекс процессов Вот А если говорить о некой квинтэссенции Диагностики общественного состояния То есть такое понятие, как Социальное самочувствие И вот, собственно, замером Социального самочувствия Во многом сегодня занимаются Социологические группы в Татарстане А в социальное самочувствие Входит и оценка ситуации Глазами различных общественных групп И экономические, и политические И индексы доверия Да, вот это все входит в понятие Социальное самочувствие Окей Ваша точка зрения, Андрей Георгиевич Ну, я думаю, что Достаточно очевидно Что присутствует несколько тенденций Которые мы можем назвать Контекстом вот сегодняшней ситуации И вообще все, что мы делаем Это, наверное, институционный анализ И среди этих тенденций Я бы назвал, во-первых, внутреннюю Россия в 2017 году вышла из кризиса Это констатирует целый ряд экономистов Социологов То есть экономический кризис Экономический кризис, да А в других она и не была Безусловно, этот кризис не затронул Политическую сферу Мы никаких нестабильностей в политике не видели За последнее время Но в экономике кризис поразил Достаточно много областей и сфер Затронул многих людей И, в общем-то, социологи, политологи И представители других общественных наук Сегодня констатируют, что Значит, ожидался достаточно большой всплеск Рост Этого роста не произошло И здесь, соответственно, мы видим Что определенные ожидания людей Не сбылись Это, конечно, влияет на ситуацию Это внутренний фактор Но есть совершенно другой фактор Опять же, наверное, мы живем в очень специфическое время Я не вспомню ни одной избирательной кампании Где бы внешний фактор имел такую силу Россия фактически осталась В противоборстве с западными странами У нас есть союзники Их немного, очень часто Они нам помочь не могут Просят помочь именно нам В их сложном положении Ну, возьмите там ситуацию в Сирии Что касается Противостояния с западными странами То, к сожалению, оно идет в контексте Избирательной кампании И, с одной стороны, вот эти вот санкции Они предопределены Потому что есть американское законодательство И там прямо по месяцам расписано На 18-й год Какие, соответственно, публикации Какие списки Вот Какие санкции Как они называются Секторные там, да Или Секторальные Секторальные, да Личные Вот Будут применены Вот И постепенно это Значит происходит Это вбрасывается в информационное пространство И так или иначе Мы вынуждены это обсуждать Ну, смотрите Вот если так подумать Над этой ситуацией Невольно придется сказать Ну, Трамп наш человек Потому что Это, конечно, ужасно Это нехорошо Международная напряженность Но это привычное для России состояние Осажденной крепости Это фактор, мобилизующий население Сплачивающий вокруг вождя В данном случае президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина И то, что все это Подгадано под предвыборную кампанию Под кампанию выборов президента И кто-то там из этих яйцеголовых западных Рассчитывал, что это что-то подорвет Я так понимаю Да, были такие надежды А можно и с другой стороны посмотреть Да, прекрасно Мы мобилизованы Вы знаете, да Это вот такой двойственный фактор Но я не отношусь к тем людям Которые считают, что Трамп это производная Это российской политики Или что мы активно участвовали В выборах в Соединенных Штатах Америки Безусловно, он не является Значит, нашим союзником А является лишь партнером По сложной системе международных отношений И понятно, что Россия Должна так или иначе Взаимодействовать с Соединенными Штатами Даже если эти отношения Находятся на очень низкой Точке любви к друг другу Но объективно Вот эта республиканская администрация Администрация Трампа Своими действиями Играет действительно На сплочение нации Я не думаю Здесь Здесь, да В России Вот И тот же фактор Вы посмотрите Нас надеялись задушить На вот этой вот Олимпиаде зимней Да Путем того, что Не посылают наших ведущих спортсменов Причем Последних не посылали уже Значит, просто из разряда того Что они нам не нравятся Мы так хотим Да Уже без объяснений Мне кажется, что это нарушение Конечно Всякой И этики И морали Вот Но Тем не менее Да У России здесь есть Определенные победы А с точки зрения Внутренней ситуации Это добавит очки Это добавляет очки Прежде всего Действующему президенту Поскольку Ну вот мы видим Исходя из данных Социологических исследований Что люди, конечно Не Конструируют Такую ситуацию Что Ну вот Собчак Противостоит Например Там Каким-то Внешним Врагам И так далее Это переносится Естественно На действующего президента И поэтому Прибавляет Вот эти вот Пункты В различных рейтингах О чем мы уже говорили Именно Действующему президента Очень хорошо Можно одно тут добавить На мой взгляд Дьявол ведь в мелочах Прячется Как говорили Англичане Всегда Вот когда мы говорим О республиканской администрации Надо четко понимать Что сейчас Тон задают в ней Так называемые Неоконсерваторы Они же были При власти Фактически При Буше Который Который младший Так Они же были При власти Частично При Рейгане Так И их повестка дня Как бы Она фактически Ну Навязана что ли В какой-то степени Да И Трампу Мы не знаем конечно Что он там реально думает Да Но судя по всему По крайней мере Те лозунги С которыми он Делал свою предвыборную кампанию И его текущие действия Они как бы Диаметрально Противоположны Во многом Расходятся Это вот один момент А второй момент Плюс я Как бы Того что сегодня Происходит Такой Ну внешний Что ли Выражаясь Таким Неполиткорректным термином Наезд На нашу страну Он Знаков В каком Смысле Долгое время Ведь считалось Что Происходит Ну некое Всяческое Поглаживание Так называемой Пятой колонны Да В лице той элиты Которую Общественное время Общественное мнение В России воспринимало Как непатриотическое Ну это хороший термин Суркова Офшорная аристократия Грубо говоря Сегодня мы Имеем дело С ситуацией По крайней мере Можно предположить Что возможно Такое Выдавливание Части этой Офшорной аристократии В патриотический лагерь По циничным Соображениям Поскольку Вот этим Условно Плохишам Наверное Многие Из Здесь присутствующих И смотрящих нас Помнят Но не в этой студии Бессмертный образ Гайдара Мальчиш Плохиш Мальчишки Бальчиш Плохиши Они так или иначе Им отказано В праве жить В буржуинстве Поскольку Кипрская ситуация С конфискацией Капиталов И некая Замаятившая Угроза Конфискации Она так или иначе Заставляет Определяться Пусть не по убеждениям Пусть по циничным расчетам А вызов России сегодняшний Как раз на мой взгляд И состоит в том Чтобы вот то что называется Таким красивым словом Национализировать элиту То есть элита должна превратиться Из элиты денег В элиту проекта А вот смотрите Опять получается Что и это вода На нашу мельницу И это вода На нашу мельницу Хотя Опять же Как многие Наблюдатели Политологи Говорят Ну да Идея изначально была Идея тех кругов На западе Которые сейчас Оказывают Давление На нашу офшорную Аристократию Идея заключалась в том Что мы сейчас Вас прищемим Вы там давайте Разбирайтесь Со своим руководством С Владимиром Владимировичем А то мы у вас тут Все поотбираем Но На поверку Выходит Что вот очередную Амнистию капиталов Мы объявили Выпускаем уже там Специальный Суббонд какой-то Чтобы люди Которые готовы Вернуть капиталы Сюда Там могли Облигации купить Не потерять На налогах Там На пальцах Давайте подведем Вот эту вот часть Нашего разговора Итоги И немножечко Ну Масштаб сменим Получается Вот Как вы Андрей Заметили Что у нас Прекрасно Сочетается В нашем обществе Вот в контексте Выборов Президента грядущих Традиционные Вековые Такие царистские Устремления Да Патернализм Процветающий И вместе с тем 75 там Или 80 лет Не прошли даром Остается Очень мощный Привлекательный Для людей Опять же В силу Патерналистского Какого-то Содержания Левой идеи Общая социальная Справедливость Социализм Все поровну И так далее И Как Андрей Георгиевич Отметил На чем Сделал акцент Внешняя обстановка В общем-то Да Вполне Совпадает Вот это вот Давление По всем Направлениям Уже За пределами Морали и права Как было сказано Оно все тоже Работает На это же Получается Что Ну Вперед И с песнями Да Нет 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 Каких-то Оснований Для серьезных Опасений Для того Что вот Общество Находится В каком-то Межуумочном Состоянии Я хотел бы Чтобы вы Посмотрели На эту ситуацию Вернее Рассказали Нашим Телезрителям Вот об этой Ситуации На примере Нашей республики На примере Татарстана Как вы оцениваете Опять же Начнем с вас Андрей Что же называется Социально-политическую И может быть Отчасти Буквально В нескольких словах Экономическую Обстановку В нашей республике Ну я думаю Тут оригинален Не буду Сказав Что достигнут Определенный Уровень стабильности Стабильность Уже на протяжении Последних Лет Так Дай бог Памяти 18 То есть Вот он достигнут 18 лет назад И он Держится стабильно Словно говоря Он укрепился С теми или иными Отклонениями Связанной На Динамику Социального Самочувствия Связанного И с Кризисом Восьмого Года И с Колебаниями Курса рубля Связанного С санкциями И кризисными Явлениями Семнадцатого Года Плюс ко всему Скандал С банками С обманутыми Дольщиками Все это Конечно влияло Но Радикально Повлиять не могло Условно говоря Есть некое устойчивое большинство Которое поддерживает Стабильность Оно как бы Ценит Сложившийся Такой вот Консенсус Своеобразный И Что называется Консервативно Так С другой стороны Если мы говорим Об экономике То естественно Структуру можно посмотреть Экономическую И какие тренды Есть сегодня В мире Ну во первых Я бы сказал Не углубляясь В особые дебри Во первых Судя по всему Что Перспективы Опоры Только на углеводородное Сырье На его экспорт И даже переработку Они наверное Вряд ли будут Играть в долгую Потому что Появилось То что называется Альтернативная энергетика Вот Китай на мой взгляд Очень показательный Здесь Там делается ставка Перейти Уже процентов На 70 На неуглеводородные Источники энергии Я глубоко уважаю Китая и китайцев В том числе Ульгурусинзянский Автономный округ С которым у нас Отношения специальные Но я думаю Для Татарстана Все таки Это достаточно Отдаленная перспектива Альтернативная энергетика Он за уайтер Как говорят Друзья немцы Подождите А вот скажите Пожалуйста На чем Работает Нынешняя Электростанция В Татарстане В большинстве Своих Газ Это ТЭЦы Это тепловые То есть На мазуте Либо на газе В основном газ Мазут резервный топлив Прекрасно Но смотрите Даже если газ Но если в мире Произойдет Новая так называемая Энергетическая революция То Извините Электроэнергия Резко удешевится Так А газ В данном смысле Я употреблю Наверное аналогию С Менделеевым Который в свое время Сказал Что топить нефтью Все равно Что топить ассигнациями Это может оказаться Уже не столь Как бы в тренде Мягко выражаясь А точнее Даже Совсем не в тренде Это вот один момент Второй момент Татарстан Ведь Экономика Татарстана Плоть от плоти Российской Это же абсурдно Как-то выделять Здесь Соответственно На какие рынки Ориентирован КАМАЗ На какие рынки Ориентированы Многие другие Татарстанские предприятия Вопрос риторический Соответственно Ситуация на этих рынках Она так или иначе Будет влиять А здесь Мы говорим Что с одной стороны Санкции сплачивают общество Но здесь есть Маленький подводный камень Технология Понимаете Что бы там ни говорили Я специально в этом разбирался Все-таки представляю Химико-технологический ввоз Огромная масса катализаторов Импортные Все вроде бы есть А вот катализаторы импортные Соответственно Любая санкция Которая ограничивает Ввоз технологий Она очень сказывается На промышленности Я сейчас Вы дали мне пас Такой хороший Я лишь Не упущу момент Повторить Казанский федеральный университет Полтора года уже назад По одному из видов катализаторов Мы тут Вместе с Незниканским Нефтехимом Поставили в неловкое положение БАЗФ Который поставлял Этот тип катализаторов И говорят Что они уже готовы Чуть ли не в два с половиной раза Снизить цену Лишь бы от их катализаторов Не отказывались То есть какие-то шевеления есть Но вы в целом Конечно абсолютно правы Все так Я тоже похвалю Казанский технологический университет Мы с Пормоном С Академиком Пормоном Тесно сотрудничаем Да А там институт катализа Да То есть разработки есть Вот Пормон приезжал Он говорит Разработки есть У нас проблема заключается Именно в преодолении Так называемой Долины смерти От разработки До внедрения Вот тут масса проблем Это тема для отдельного разговора Но санкции повлияли Конечно С одной стороны Они как бы заставляют Переориентироваться на поиск Внутренних каких-то Технологических разработок Да С другой стороны Бьют по рукам По уже сложившимся Каким-то там цепочкам Конечно Конечно Ну Тем не менее Пока терпим Да И дай бог Чтобы вот этот Действительно Промежуточный этап Масштабирование Научных разработок Очень печально Когда говорят В том числе Высокопоставленные Чиновники Правительства Российской Федерации Честно так Простодушно Говорят Ну вот Если цена на нефть Совсем упадет Ну мы займемся реформой А когда цена высокая Да вроде То есть Понятие политической воли Вот в данном Консекте В приложении К этой проблеме Как будто и не существует Знаете Есть такой хороший термин Принуждение к инновации Ну вот да В частности Скажем К миру К инновации Евросоюза Продемонстрировала В свое время Когда ввело Стандарт евро 5 И уровень шумности По бензину Да По бензину И уровень шумности По самолетам Да Это как бы Вышибает с рынка Тех кто не готов Те компании Которые не готов Адаптироваться Конечно Это тоже элемент Политической воли Шоковая терапия Такая Да Свообразная Да Андрей Генневич Что С вашей точки зрения Как конфликтолога Я хочу сделать акцент На этом Происходит В то же здании Чего можно ждать Вы знаете Но Если брать Да Как бы Другую сторону Медали Да Скажем Вот Именно Связанную Со стабильностью И не брать Социально-экономический Аспект Который Безусловно важен И может быть В большинстве случаев Даже приоритетен Вот Я могу Сказать Вот такие вещи Да Основываясь На данных Определенного Исследования Значит Его провел В ЦИОМ В республике Татарстан Это октябрь Ноябрь Месяц И тут очень интересный результат Мы отчасти Кстати Вот В первой такой Части дискуссии Отметили эти вещи Что есть разные институты Есть разные Должностные лица И Доверие граждан Оно тоже разное Да И вот Здесь К сожалению Есть и кроются Проблемы Определенные Но вот Что Констатировали Социологи Значит Напоминаю Зрителям Что это Касается Жителей Республики Татарстан Опрос в ЦИОМ Опрос в ЦИОМ То есть Они делали его Сами Здесь Без нашего Участия И потом Выступали Просто на Площадке Экспертного Совета Прикав И соответственно Давали Свои данные Значит Индекс отношений Значит Как работают Да Там положительные И отрицательные Оценки Чтобы быть Очень Чтобы просто Это объяснить Ситуацию И вот Президент Российской Федерации Имеет такой Индекс Плюс 74 Ныне Действующий Президент Республики Татарстан Драгалевич Мениханов Плюс 70 Ну Немножко Тут отставание Но в принципе Оно сравнимо Вот с цифрами Да Федерального Президента А дальше Посмотрите На мой взгляд Очень показательные Вещи Вот эти Индексы Измеряют У правительства Российской Федерации И он уже Райан Плюс 35 То есть Если брать Да По сравнению С оценками Президента Российской Федерации Мы видим Большущий Разрыв Дальше Государственная Дума Российской Федерации Плюс 10 То есть Люди Очень низко Оценивают К сожалению Деятельность Нашего Российского Парламента Несмотря на то Что конечно Госдума Идет Вот в общих Этих Трендах О которых Мы говорили Вот Но Тем не менее Вот эти Коллективные Органы Они так Оцениваются В нашем Массовом Сознание Еще с правительством Можно очень четко Объяснить Да А с Госдумой Это Вещь такая Достаточно Показательная И На Вот сравнение Последнее Что я здесь скажу Госсовет Республики Татарстад Имеет Индекс Плюс 24 То есть Побольше чем Региональный парламент Региональное Зак Собрание Больше чем Госдума В целом Но мы опять же Видим что Президентам Это проигрывает В том числе И региональному Президенту И самые последние Местные органы Власти В республике Татарстан Опять же В нашем регионе Имеют этот индекс Плюс 39 То есть Фактически Даже превышает Индекс Правительства Российской Федерации По республике Татарстан Местные органы Власти Маленькое уточнение Если позволите Имелось ввиду Государственные Или муниципальные Тоже Или там не было Такого вот Развлечения Нет Имеется ввиду Муниципальные Но у нас В конституции Есть такая фраза Скроментальная Что местные органы Власти Не входят в систему Органов государственной Власти Управления Хотя На практике Мы знаем Что это далеко не так Вот Эти органы Взаимодействуют Но это другой спор И наверное Ну да Другая линия Анализа Нет Просто обычно Разделяют Местное самоуправление Муниципальные органы И допустим Мерия Казани Это же не местное самоуправление Это орган государственного управления Ну Вы знаете как По факту Мы можем говорить Что безусловно Это здесь произошло О государствлении Более того Я считаю Что когда Составляли конституцию Российской Федерации И взяли здесь Систему От Соединенных Штатов Амирки То промахнулись Составители Да Этого раздела В конституции Но Наверное Мы на практике Знаем Очень хорошо Что муниципальные органы Они просто не могут Существовать Без государственных Без их дотаций Без управления И так далее Можно дополнить Все ведь Имеет две стороны Да С одной стороны Мы говорим Некоторые Там Некоторый отход От такой Буквы закона Да А с другой стороны Политическая история Постсоветская Показывает Как В огромном количестве Субъектов Российской Федерации Наблюдалось Противостояние Мэра Губернского города Так сказать И губернатора С этой точки зрения В Татарстане Удалось Выстроить Систему Которая По крайней мере Исключает Вот такой Явный конфликт Властей Центрального города И республиканских И если даже Где-то Когда-то Они контрпродуктивны Кое-то у нас Порой То он получал Хорошее назначение На Дальний Восток Конфликт был снят Без ущерба Для управляемости Олег Георгиевич Вот вы сейчас Назвали цифру Индекса доверия К госсовету Республики Тастан Плюс 24 Да И Она немножко Меня смущает Я сейчас поясню Почему У меня буквально Перед глазами Стоит эта Картина Вот По фейсбуке Там В одноклассниках В каких-то блогах Ну Буря Да Эмоции Назовем их так Не характеризую Плюс-минус И так понятно Да По поводу Голосования В госсовете Вот В связи с вопросом О преподавании Татарского языка Как это вообще Совпадает Или Оценку дает Кто-то Одни А в сетях Высказываются Другие Вот Я бы хотел Здесь Как бы Одну Ремарку Сделать Дело в том Что Есть так называемое Медийное Конструирование Реальности Это вот Те Темы Которые попадают Условно говоря В заголовке Масс-медиа Да И создается иллюзия Что именно Вот эти-то темы И волнуют людей Больше всего Что они целыми днями Об этих темах Только и размышляют И спорят Там В автобусах На работе В семье Вот Сегодня Такую функцию Выполняет Еще и социальные Медиа То есть От того Что в соцсетях Возникает Какая-то буря Это не значит Что буря В обществе В социологии Есть такое понятие Как репрезентативность Выборки Конечно Условно говоря Сто тысяч на улице Это много Но Относительно Населения страны Это Этим можно Пренебречь Как бы Да Это далеко не все Население страны Но 1600 отобранных Респондентов Это достаточно Получается Репрезентативно По законам Выборки Это репрезентативно То есть Это некая модель Настроений И В большом социуме Выражение Генеральная совокупность Есть там Не буду Грузить этим Так вот Скажем С точки зрения Того же исследования В ЦИОМ Было Как бы Заявлено Что не более 7% Граждан Респондентов Ну Наших Наших Как их назовем Земляков Волнует Это В первую очередь Людей волнует Масса других проблем Но Звучность Этой тематики И ее Как бы Эмоциональность Обсуждения В соцсетях И если это Соответствующим образом Преподнести На телевидении В газетах Создает ощущение Что действительно Это вот Центральная Узловая проблема Я попытаюсь Методический аспект Сказать Да Значит здесь Очень важно Что Замер проходил До того Как было принято Ключевое решение Мы знаем Госсовет Собирался Несколько раз Да А вот это И осуждению Подверглось Именно последнее Решение Осуждению Части людей Да Которые Соответственно Атакуют Его в соцсетях Но во первых Если мы возьмем Сейчас И посмотрим На обстановку То мы Наверное Должны Констатировать Что она Стабилизировалась В том числе В этом вопросе Да Есть определенные Группы Да Значит не буду Называть там Фамилия Вот Но было объявлено Что после того Как закончатся выборы Президента Российской Федерации Это уже говорит о том Что эти люди действуют Осторожно Они намерены решать Проблему Значит Татарского языка В том числе Путем референдумов Так далее Так далее Попытки организовать Референдум Попытки да Организовать референдум И так далее Да Я не знаю Насколько Значит Эта идея Потом будет поддержана Да Всем обществом Здесь нужно тоже Измерять Смотреть Эти вещи Возможно мы такие вопросы Будем задавать Вот Но эти люди есть Андрей Георгиевич Извините С моей дилетантской точки зрения Ответ уже есть Если мы признаем За истину Да Вот за достоверную информацию Что не более 7% населения Республик Татарстан Действительно Каким-то Обостренным образом Относится Вот к проблеме Преподавания Татарского языка В школах республики То наверное И попытка организовать Референдум Окончится Ничем По большому счету Исходя из социологических данных Вот те которые я привожу Вот это исследование В ЦИОМ Безусловно И я добавлю еще одну Такую методическую подробность Вторую Которая тоже очень важна Очень часто Социологи показывают Варианты ответов Людям Вот Чтобы им было Легче отвечать И тем самым Мы это знаем Проблемы С Андреем Римовичем В социологической науке Наталкивают На определенные Варианты ответов Что сделали Наши коллеги С ЦИОМ Они сказали Назовите проблемы Можно несколько Поэтому там Более 100% Свободную жизнь Но они эти проблемы Не перечислили И соответственно Люди Когда они Получили Вот такой вот вопрос Они Стали говорить Об уровне жизни О занятости ЖКХ Пенсии и зарплаты О дорогах Вот эти все вещи Вышли на первое место Ну а восьмое место Заняла проблема Татарского языка Семью процентами Хотя С точки зрения того Что это 7% Наших сограждан Это безусловно Очень много И естественно Власти должны К этому Погрешность выборки Надо учесть Да безусловно Там по моему Было где-то 2,5% 2,6% Ну вот значит Вычитаем из 7 Или добавляем Погрешность туда Или туда Ну хорошо Тогда полтора Полтора процента Вычитаем Это будет Согласен Извиняюсь Несколько неожиданно Для меня Прозвучала сейчас Андрей Георгиевич Ваша реплика Я думал Социховая солидарность Вам Остановит Вас От этого высказания Но Я могу вам Только поаплодировать Действительно Достаточно Широко Общественное мнение Социологические опросы Не столько Показывают Чем Что волнует Общество Сколько формулирует Общественное мнение Или по крайней мере Корректирует А вот тут я добавлю Как правило Когда происходят Вот такие замеры Общественного мнения Чрезвычайно важно Их как-то соотносить С медийной повесткой дня Условно говоря Если сегодня В обществе В медиа Господствует Какая-то тема То она Чаще всего Будет Каким-то образом Представленным Общественным мнением То есть коррелирует С опросами Конечно И поэтому Очень важно В какой момент Проводился опрос И какая тогда Была доминирующая Повестка дня Масс-Медиа Очень интересно Давайте У нас время Совершенно уже Поджимает Немножечко Спасибо за Любопытные Такие вот Разъяснения Методического характера В заключении Коротко Возвращаемся К тому С чего начали Полтора Месяца Чуть меньше Там до выборов Президента Российской Федерации Я думаю Мы не будем Делать вид Что не знаем Кто победит На этих выборах Но Вот в контексте Того О чем вы Андрей Римович Говорили В начале Да Вот новое Какое-то Представительство Новое лицо Левом фланге Вместо Зюганова Грудинин Какое-то там Инфантребл Молодого поколения Или относительно Молодого Госпожа Собчак Как по-вашему Вопрос К обоим Естественно Да Коротенько Кто займет Второе место И Кто из Тех Кто допущен Уже сейчас К выборам Ну Является Ну Реальным Скажем Политическим Игроком А не Просто Некой Вот Фигурой Для создания Этого Бурлеска Ну На мой Взгляд Реально Борьба Идет за Второе место Да А дальше Вопрос С каким Результатом Потому Что Скажем Любой Результат Выше 15% Там 15 и выше Да Это уже Некий Ну Как бы Такой Вот Капитал Да С которым Можно Претендовать На вхождение В исполнительную Пример генерала Мебели 96-го года Да Конечно Да И Здесь Как Вообще Два таких Был Главных Претендента На второе место Это Жириновский И Зюганов Да Вот Традиционно Соперничали Но сегодня Зюганов Как бы Ушел И фигура Грудинина Она на мой взгляд Чем здесь Интересна Я вот говорил Что он вроде Левый Да Но это Наверное Впервые За Историю Когда Левый Представлен Успешным Капиталистом Так Нет Правда Был еще Савва Морозов Но он не был Членом партии Большевиков Он просто Был спонсором Он даже В Думу Не входил А здесь Мы видим Левого Капиталиста И с этой Точки Зрения Как бы Вот Ну это Большой вызов Традиционной Такой Марксистской Социологии Когда по Классовому Признаку Определялся Курс Того или иного Политика Да Вот Грудинин Капиталист С этой точки Зрения По классовому Он должен Быть близок К представителям Олигархата Каким-то образом Правым А с другой стороны Он явно Высказывает Левую повестку дня Вот И борьба Пойдет На мой взгляд Именно между Жириновским И Грудининым За второе место А вот Как будет Поворачиваться Зигзаги Этой борьбы Как они будут выглядеть На мой взгляд Многое будет зависеть Еще от двух факторов Первый Это внешняя повестка дня Условно говоря Любое обострение Так Будь то на востоке Украины Будь то какой-нибудь скандал Там с нашими Олимпийскими атлетами Да Они будут укреплять Фактически Вот такую Ну Национал-патриотическую Как бы Линию Да И В повестке дня У Жириновского шансы будут возрастать Выше Вот да В этот момент Любые экономические потрясения Ну как-то например Там Падение Плюс Грудинину Падение курса национальной валюты Там Да Интересно Они будут Интересно Давать дополнительные очки Идеи социальной справедливости Которую будет тут же Озвучивать Грудинин И на мой взгляд Мы можем даже увидеть Некие кульбиты В предвыборных Заявлениях Кандидатов Да Они тоже очень отслеживают Вот эту ситуацию Да И будут цепляться За наиболее Такие выгодные Какие-то контексты Да Которые могут привлечь К ним голоса Очень интересно Андрей Георгиевич Ваша точка зрения Ну Вы знаете Я конечно соглашусь Здесь наверное Очевиден И вопрос Связан с победителем Этой гонки И здесь Колебания Происходят Где-то В рамках Ну там Шести-семи процентов Да Чуть больше бывает Чуть меньше Но в целом Мы видим стабильные цифры Скажу только одно Что меня потрясло Я впервые услышал О некой социологической Группе Или социологической службе Господина Навального Так вот Она значит Дает семьдесят восемь процентов Кому? Действующему президенту А в ЦИОМ Мы знаем Вот последний опрос Там около семидесяти Ну будем считать Что семьдесят Там одной десятой Не хватает Да А до этого Были цифры связанные С семидесять тремя процентами Да Это вот есть январь брать Вот Этот момент Достаточно интересный Что те люди Да Которые себя позиционируют Как Значит Работающие на Одного Из политиков Да Вот в современном Политическом процессе России Они соответственно И оппозиционного политика Да Они дают вот такую цифру Вот И мне представляется Что это очень важно Ну а А что бы это могло быть Он таким образом Готовится к следующему циклу Формирует образ Человека непредвзятого Честного Всегда готового Отдать должное Даже самому Непримиримому противнику Вы знаете Я думаю Что это раз А во вторых В условиях Мобилизационной кампании Как это Давно было названо И в общем-то Этот термин Совершенно адекватный В условиях Когда нас Поддавливают Да Вот этот вот Внешний фактор Мне представляется Что Просто Других цифр И быть не может Я не удивлюсь Если Конечные цифры Будут больше Например Там Восьмидесяти процентов Вот это Вот тот эффект Который сегодня Оказывается Я как раз Думаю Что эти цифры Пойдут отнюдь не Владимиру Вольфовичу Жириновскому В нынешней ситуации А опять же Действующему президенту Поэтому мы увидим Там достаточно Большую цифру Нет Я соглашусь Но просто Жириновский Олицетворяет собой Такой ведь еще И элемент популизма Да Поэтому он будет Перехватывать Любые вот Экономические сложности В своем Сейчас он занимается На центральном телевидении Как раньше говорили Тем что Извините за Непарламентское выражение Мочит Грудинина Ну да Периодически сообщает О том Сколько у того Миллиардов Да как он со счетами Запутался И так далее Раньше он Зюганова мочил Ну да Что-то Ну ближайшего соперника Естественно Ну в общем я понял И если я понял правильно Второе место Это вопрос Борьбы между Грудининым и Жириновским Если Грудинин все-таки Получает второе место Причем с приличным результатом То он может Например рассчитывать Это я уже от себя предполагаю На место губернатора Московской области Как вариант Почему нет Или что-то такое Или портфель министерский Или портфель министерский Тоже сельскохозяйство Например Хотя Ткачев говорят Очень близко К Владимиру Владимировичу И вряд ли там что-то сдвинется Ну посмотрим Впереди у нас Много чего интересного Уважаемые телезрители Я напомню Я напомню что Здесь в студии Мы сегодня беседовали С двумя докторами наук Социологических Андреем Римовичем Тузиковым Деканом Факультета промышленной политики И бизнес администрирования КНИТУ И Завкафедры конфликтологии КФУ Точнее Института социально-философских наук И массовых коммуникаций КФУ Андреем Георгиевичем Большаковым Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев Спасибо вам большое за внимание До новых встреч